Два слова написано. Я подсказал просто. Было написано два слова. Что сделали с чеком? Тоже задержали. А ваш муж убийца и фашист. Ну и оккупант к тому же. Поэтому живите с этим, передайте привет имениннице, скажите, что мой папа оккупант. А пять было и все пять двухсотых. И все пять, да, двое горели еще, мы приезжали, тушили их, сполз, потому что на четвереньках остался гореть. Горящий полз. Вы сейчас реально говорите, что вы везли трехсотого. У него был смартфон. Да, с картой. С картой. И вы по этому смартфону, по американскому смартфону ехали по гугл карте. Потому что не знали куда ехать. За бабки пришли убивать других людей. Моя формулировка правильная? Да. Наши сидят, что-то они там долго совещаются, короче. Правильно так было? Вы там, короче, этот. Тут водитель. Да это все было быстро. Ну понятно, быстро. Тут водитель. Потому что ему страшно отошел от окна. И на офигенной скорости валит. Да. Водительского удостоверения нет. Как вы считаете, человек, который ездит за рулем, должен знать правила дорожного движения? Ну да. У вас права есть? Нет. Вторая армия мира. Привыкаешь быть мясником, ноги, руки, трупы возить? Ну, такая работа, ничего не делается. Приказ обсуждаюсь только после их выполнения. Чего вы своих бросили? Ну, я испугался меня. Своих бросаем, если испугался. Так, а это рядец? Ну, так что, сейчас я пока ездить, чтобы потом во время записи не тупить. Когда вы зашли? В сентябре? Сошли в феврале 24. Это в время не попался? Да, в время попался. А как сказал, попался? Если не попался, бегал бы дальше, да? Навозил и ранен. Двухсот. Много навозил? Много. В штуках сколько? Я не со счета сбился много. Ну, 10 штук? Больше. 50? Под суть. Под суть? Ох, я чувствую, будет прикольный разговор, да? Наверное. Да сядь ты, расслабься, нормально. Ух, какая прикольная, короче. Ох, будет интересно. В рот мне ноги доведует. Так, мне надо тебя сфоткать. Истинный представитель. Так, ну, короче, она, по идее, когда ответит. Включи-то так, стоп. Профессионально так, типа. Много интервью давали? Первый раз. Чуть-чуть, поверните в сторону. Да. Добрый. Вон, вину. Берем. Интервью. Говорить будете? Что там? Да, нам надо. Все. Выключи свет. Запись идет, да? Пошла. Списались с супругой. Тут буковка Z. Россия. Тотская. Будет интересно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Антохий Артем Андреевич. Я контрактник, младший сержант. Старший механик, медицинский санитар. Водитель. Водитель, да. Медицинская машина. Ваша дата рождения? 07.01.1995. 95. Город рождения? Новосибирская область. И где вы служили? Оренбургская область. Оренбургская область. Чтобы вы могли пообщаться, нужно списаться с вашей женой. У вашей жены аватарка такая, я показал ее вначале. Подрасскажите. У них автопробеги, она там в группе состоит. И у них типа поддержку наших войск автопробега не устраивает машину. То есть она за спецоперацию? Ну да. Россия должна победить. Поговорим. Знаете, какая ее аватарка встречает? Раз у нее там буковки Z всякие. Дмитрий уже на лист из Украины. Вот она будет смотреть в эту аватарку. Что вы видите? Украина. Украина. Вот эта вот херня. которая в 9 месяц свободным людям ничего не может сделать. Кто не видел? Вот такая. Не знаю, может видно. Да, выключи свет. Просто люди часто спрашивают, а что вы показываете? Вон та. Видно? Не видно? Все. Вы даете добровольное согласие на записи и публикацию данного интервью? Зачем вам это надо? Что, знали все? Ох. Чтобы знали все, что. Ну, чтобы жена знала, где я. Все хорошо. Когда вы с ней в последний раз разговаривали? Месяц. Месяц назад? Чуть больше. Когда вы зашли в Украину? 24 февраля. Когда вы попали в плен? 26 сентября. Так сказать, попался. А когда с ней разговаривали в последний раз? Где-то 23 сентября. 23 сентября. Хорошо. Что вы говорили во время последнего звонка? Мы как раз отвозили раненых. Три двухсотых было. И восемь человек раненых в госпитале Слатова. И вот на обратной дороге позвонил. Сказал, что становится хорошо. И вот через часа три, наверное, мы подорвались с нами. Это вы расскажете. Это не надо так вперед. Но спойлер. На меня подорвались вы. Сказал, что все хорошо со мной. Уже здоров. У вас дети есть? Трое, да. Трое детей? Какого возраста? Старше 12. Средний 7. Младшим 5. Охрененный я, чувак? Нет. А? Я хотел вам сказать. Так, а что не сказали? Короче. До этого буду играться со звуком. Думаю, будет слышно. Трое детей вы воевали февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 8 месяцев. Получается так. Ну, в июле я был в отпуске дома. Миллионер? Нет. Как нет? Под, я думаю, 2 миллиона рублей вы заработали. Нет, по 200 тысяч примерно в месяц. Плюс оклад. 240 тысяч у вас. Ну, вообще, в общем. Зарплата где-то по 40 у меня тысяч. Я же вам сказал. Ваша зарплата 40 тысяч. Я знаю уже зарплату любого вашего военного. И 124 тысячи боевых нам приходит. Да. И два оклада. 240 где-то вы получаете. Ну, например, 220-240. 240. Калькулятор. 240 умножить на 8. Миллион 920. Миллионер. Хорошее число. Я не видел. Ваша жизнь стоит 2 миллиона рублей? Нет. Не стоит. Дешевле? Бесценно. Бесценно? О, поговорим. Сколько вы миллионеров за свою карьеру вывезли? У вас, по идее, голова должна сходить с ума от увиденного? Ну, привыкаешь. Со временем. Привыкаешь быть мясником? Ноги, руки, трупы возить? Ну, такая работа ничего не сделаешь. Такая работа ничего не сделаешь? Где вы были до февраля месяца? В части служил. В какой? 12-128. 21-я бригада. Вы же 24 февраля не из части сюда взяли? А, нет, до этого мы были в Брянской области где-то. Типа на учебнике, да? В ком-то болоте, да. В 20 дней мы стояли. 4 февраля мы выехали из части эшелона. И вот, ну, на 20 дней, получается, мы были там. Вспомните ночь 24-го числа? В ночь мы ехали всю ночь. И? Ну, 24 февраля вы ехали всю ночь? Да. И потом? Ну, вот уже к вечеру мы, наверное, пересекли границу с Украиной. В какой области? Ну, вот через Белгородскую, по-моему, область мы заезжали. В Харьковскую область? Ну, на Харьковскую область, да, были. Там я уже не в курсе, там никто ничего не говорил, мы просто колонна ехали. Когда вы первый раз попали под обстрел? Первый раз под конотопом по нам начали стрелять. Колонна у вас большая была? Да, большая. Батальон танков был, пехота, поддержка. Ну, около 50 танков было. 50 танков? Ну, и плюс еще Урал, и, короче, колонны бесконечные. Ну, нет, а по Уралу в основном бронетехника шла. Сколько всего единиц? Ну, около 60-70 единиц было. 70 единиц. Первый обстрел, потери были? Нет, там, в разы три, наверное, четыре. Что-то хлопнуло рядом, и все. Где вы находились все вот эти семь месяцев? Ну, везде. Начиная с Луганской области, в Донецкой были, потом в Запорожскую область нас отправили. Из Запорожской вот мы опять приехали. В Луганскую область. Вы выходили на территорию РФ? Да, в апреле, на неделю. Для чего? Перегруппировка, сказали. Ваше подразделение, когда вступило в какой-то бой, были ли потери? Да, вот здесь, в Киевской, по-моему, области, вот здесь, поселок Перемога. Перемога вы тоже тут были? Нет, я был в это время в Римбате. Сломалась машина у меня под Канатоку. Что вы делали в Киевской области? Наш подразделение выполняло задачу. Я сейчас пробую построить. Ответила она, да, буду. Построить линию какую-то разговора по причине того, что давно уже не было пленных, которые с первых дней воюют. И которые до сих пор еще не убиты. И еще здесь. То есть это, ну, это реально такая себе, грубо говоря, интересная будет тема. Вы поддерживаете войну? Если честно, нет. Для чего? Если не честно. Ну, мы люди военные. Нам сказали, мы делаем приказ, пришел. Приказ не обсуждается. Вы тупые люди военные? Нет, почему? Почему? Почему вы выполняете преступные приказы? Потому что, наверное, нам Верховный Главнокомандующий так приказал. Чего вы так тихо стали говорить, Верховный Главнокомандующий? Нормально. Прошу говорить громче, потому что... Хорошо. Да, будет плохо слышно. Приказ Верховного Главнокомандующего мы, как люди военные, приказы не обсуждаются. Обсуждаются только после их выполнения. Сколько вы убили людей? Я не одного, я же медик. Вы медик? Я даже с автомата не стреляю. По беспилотнику один раз. Еще раз повторите формулировку, как вы сказали, приказы не обсуждаются. Приказы обсуждаются только после их выполнения. Если дается приказ, вы же военный, приходит ваш командир и говорит, расстрелять этих мирных. Вы расстреливаете, потом говорите, плохо? Ну, это тоже от приказа зависит. Нет, нет. Давайте поговорим на эту тему. Что значит, это от приказа зависит, а это не зависит от приказа. Приказ же обсуждается после выполнения. Не, ну, не каждый, если он целесообразный. То есть, иногда появляется, если... Конечно. Украина независимая государством? Ну, да. Вы напали на Украину? Ну, получается так. Не, не получается, это факт. Без слова получается. Кто вы? Агрессора. Какое слово к вам можно применять? Оккупируем территорию, оккупанты. Оккупанты. Как вам статус оккупанта? Не очень. Нам вообще сказали, мы идем освобождать республики Луганскую и Донецкую. Какого хрена вы пришли в Харьковскую область? Это я затрудняюсь ответить. В концепции преступного приказа, если вам сказали, вы идете освобождать Донецкую и Луганскую область, мы дойдем еще к тому, кого вы шли освобождать. Что вы делали в Харьковской области, зайдя через Белгород? Тут нельзя использовать, смотря какой приказ? Это я затрудняюсь ответить. Почему? У вас какая-то хрень происходит. У вас все время то затрудняюсь, то не знаю, то... Давайте... Вы за бабки сюда пришли? По чесноку? Ну, потому что военным, у меня выбора другого нет. Выбор всегда есть. Я уже семь с половиной лет служил. Выбор всегда есть. Вы восемь месяцев бегали по нашей территории и бегали дальше, потому что вы сказали, попался. Вы оккупант за бабки. Я не говорил, попался. Я сказал, попался в плен. Нет, до интервью сказали фразу такую, я попался. Может, я говорил. Вы оккупант за бабки пришли убивать других людей. Моя формулировка правильная? Нет, убивать никого не пришло. Это не моя профессия. У нас был медик на интервью, который рассказывал, я медик, и я бы оказывал помощь и вашим солдатам, потому что клятва Гиппократа. Вы медик? У вас есть медицинское образование? Нет, я водитель. Какой вы нафиг медик? Ну, я водитель в медицинской машине. Вы не медик, вы просто тупо водитель. Вы можете мне оказать помощь, если у меня что-то будет не так? Первую помощь могу оказать. Ну, первую помощь мы все можем оказать. Да, больше от нас ничего не требуется. У нас даже медик, он только для первой помощи оказывается. Становить короткий чай. Почему, когда удобно, вы все сразу прикрываетесь вот этим вот крестиком медицинским? Я медик, я никого не убивал, я не стрелял. Я не прикрываюсь. У меня был автомат. Вы вам наши пограничники поставили штамм в паспорте? Нет. Кто-то вас просил сюда приходить? Нет. Почему придурок, ваш президент, придумал, что ему что-то надо освобождать в чужой стране, и вы пошли выполнять преступный приказ? Как медик с автоматом в чужую страну. Так это было? Ну, получается так. Бесполучается. Это так было. Что значит, я медик, я никого не убивал. Вам 2 миллиона накапало. Прикольная история. Я медик, я же не на передке с автоматом бегаю. Бабки-то капают. 10 тысяч в сутки. Старшему сыну сколько лет? Дочке старше 12 лет. Она посмотрит это интервью. Ваши дети все посмотрят это интервью, даже когда они вырастут. Они будут знать, что их отец оккупант. Мы спросим вашу жену, которая поддерживает буковку Z. Что это значит вообще? Это вообще западный военный ух. Ну, вот мы ее спросим. Ну, она по приколу там, наверное, айфончик себе купила. Еще что-то. Кровавые деньги они такие. Муж еще там заработает. Сколько вы трупов перевезли за свою карьеру? Немного. Для меня один это уже много. Больше 50 точно. Больше 50 трупов. Сколько трех сотых перевезли? Еще больше. Человек 80. 80. За что погибли вот эти 50 оккупантов? Выполняли задачу. Нет, это следствие выполнения задачи, смерть. Имеется в виду, за что? Вот был оккупант, не стал оккупантом. Мы как-то говорим, может, сильно жестко или грубо, или как? Нормально. Нет, мы давайте будем спорить. Если я использую какие-то термины неоправданно, вы доказывайте, что не так. Ну, как бы у нас беседа. У нас, потому что получается, я как сейчас напишу там, прокурор. Да нет. Ну, у меня есть юридическое образование. С отличием. Я чуть-чуть еще и законы знаю. За что погибли эти люди, которых вы без ног, без рук были? Были. Сгоревшие были. Сгоревшие были. Угольки были. Ну, я не впечатлюсь по причине того, что мы, когда ваша доблестная недострана, недо-сверхдержава отказывалась признавать трупы. Вам показать? Ну, что мне вам показывать, если вы их сами видели. Да, мы ездили, вскрывали рефрижераторы набитые. Есть в телеграм-канале полная версия, без цензуры. Как мы вскрывали мешки и показывали этих трупов, там, бурятов, короче, которые мародерили, там. Дойдем еще до этого тоже. Когда ваша страна говорила, трупов нет, спецоперация идет по плану. У нас все рефрижераторы были забиты. Ну, вы же знаете, что трупов нет. Да? Мы поехали, показали. И на следующий день ваша уполномоченная по правам рабов, я ее так называю, обратилась конкретно по шести фамилиям, которых мы показали в ролике. Отдайте нам трупы этих чуваков. Потом еще подписчики писали, что вы сойдете с ума, если будете показывать все вот это количество. Вот представитель, который видел эти все трупы. У меня резонный вопрос, за что погибли эти люди? Кто-то ради денег поверил. Раз. Кто-то повоевать, может, не знаю. Два. Потому что много добровольцев было после Чечни, я не знаю, может, они уже ничего больше не умеют, кроме как повоевать. Три. Видите, вы все, когда хотите, она что-то пишет там. Когда хотите, у вас все получается. Я прошу еще раз говорить громче, потому что я, получается, буду как кричать, хотя я говорю так же. А вы, получается, будете не кричать. Да, буду. Пожалуйста, если можно. Только напишите, пожалуйста, когда позвоните. Я отойду от детей, чтобы они не видели. Ну, условия ставить она не будет. Как бы. Сейчас чуть-чуть не та ситуация. Самый неприятный момент вашей карьеры военной, не карьеры, а войны, по-любому он отложился в памяти. Войны здесь? Когда вы там возили трупы, не трупы. Да, это было в Святогорске. Что там было? Приехали добровольцы, ехали на Ураль. Когда это было? Это было весной, в мае. В мае месяц. Хорошо. И попала мина прямо в кузов. В Урал. И вот мы забирали пять человек, двухсотых. Они только приехали? Да, они только приехали. Новая экипировка, автомат, нестрельный. Они вот только заехали. Посты выставляли. И вот прям ехал в Урал, и за ним два возика. И вот в Урал прямо в кузов прилетела мина. Сколько там всего человек было? Пять человек было. А, пять было, и все пять, двухсотых. И все пять, да. Двое горели еще, мы приезжали, тушили их. С полторашки водой. С полторашки водой? Ну, у нас питьевая вода вот эта, что нам давали, минералка. Огнетушители? Не было. Мы вот тушили их водой, накрывали этим, то есть палатками, чтобы потухли. Один на асфальте прям лежал, но, видать, еще живой был, полз, потому что на четвереньках остался гореть. Горящий полз? Да. Ну, мы когда приехали, он так на локтях и на коленях стоял на асфальте. И двигался? Нет. Он уже... А, он отползал, горящий? Да, когда попал, он начал гореть и начал ползти. Ощущение ваше? Ну, это был шок для меня сильно. Ну, это же не первый раз уже был. Ну, горевших первый раз. Ну, 200 до этого возил, там, осколочно. Водитель живой? Нет, там все были. Ну, пять в кузове, и еще водитель же тоже был. Ну, их, по-моему, забрали до этого, просто не на чем больше было везти, поэтому пришли за мной. Шок. Какие еще ощущения? Неприятно было все это. Еще один их грузил, ну, сверху принимал, цены носили. Вы один их спускали с кузова? Наоборот, на это, на кузов затаскали. А, на кузов? Один без ног был, двое сгоревших, один переломанный весь. Кровью там не меряло? Да, там все амутологов крови было, когда приехал. Давайте мы поговорим, за что погибли эти люди, добровольцы. Ну, добровольцы, согласен. Добровольцы, они приедут за деньгами. Тупой вопрос, тупой ответ, я прошу прощения. У вас не было желания завязать с этим? Было, вот как раз я думал, в октябре в отпуск собирался. Ну, не положено отпускать. Положено. Я вот в июле был на 15 суток. Сказали, следующая партия пойдет в октябре. На полную, на 35 дней. И вот я уже думал оставаться там, в бригаде, и больше сюда не приедет. Потому что хватит. Чего хватит? Это всего уже, этой войны уже все надоело. Навидался уже. Всякого навидались? Кукушка не едет? Да нет, слава богу. Нормально. Вас передают РосСМИ, ну вот это, недосМИ, что у вас 6000 погибших. Ну, ваша статистика говорит, что 6000 погибших, спецоперация идет по плану. Это правдивое число? Мне кажется, нет. Погибших намного больше. Почему они врут? Чтоб панику, наверное, не создавать в стране. Да? Ну, по сути, другой причины нету. А сколько вы думаете о погибших? Ну, я думаю, не меньше 10-15 тысяч. Потому что пачками. Ну, сколько я знаю, погибших вообще много. Особенно из числа добровольцев вот этих сейчас. Чмобиков? А, вы не застали. Ну, я не застал. Вы не застали. А вот из числа добровольцев, которые были, они в основном первом же бою, там, ну, 50% их, 200-300. Остальные так уходили. Оставалось процентов 10. Вы про то, что, типа, вот приехало 100 добровольцев. Какая у них статистика? Ну, например, 100 человек, 50 человек, 15, 20, 200 человек, 30, 300 человек. И человек 10 только оставался, остальные писали, отказные выезжали. Якобы. Ну, расскажите за отказников. Когда они были, в каком периоде, в каком количестве? Да, это, ну, везде, я считаю, на протяжении. Всегда привозили добровольцев, всегда были отказники? С весны началось даже. Вот под Досичанском с нами были добровольцы, Мариэл. Осталось там только трое. Два водителя БТРа и танкист один. А остальные? Остальные, кто 200, кто 300, кто уехал якобы в Россию, отказами написал. Смотрите, наша статистика говорит о том, что РФ потеряла 65 тысяч, 68 тысяч солдат, более 200 тысяч, трехсотых. Можете прокомментировать это число? Я думаю, это слишком много. Давайте тогда попробуем порассуждать. Ну, у нас беседа. У вас провели частичную мобилизацию. Набрали 300 тысяч оккупантов маленьких. Это я слышал. Ну, это правда. Ну, то есть, даже ваша недопрезидента это сказала. Ну, дедушка этот сумасшедший. Что укомплектовали, набрали 300 тысяч человек. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему 300? Ну, вы сказали, что 6 тысяч. Это неправильно, это слишком мало. И назвали 15 тысяч. Вы как медик в кавычках. Какой коэффициент двухсотых к трехсотым? Где-то 1 к 5, наверное. Ну, то есть, на тысячу двухсотых, пять тысяч трехсотых. Ну, примерно, да. Ну, это же, вы медик, вы это знаете, вы это тупо своими глазами видели. То есть, если вы забирали 10 трупов, то там 30-50 человек, это было трехсотые. Правильно? Правильно. Я же не придумал. Поэтому я вас просил. Вы как кладезь информации, тот, кто носит трупы, он что-то видит, знает. Число войск, которые зашли, вы, в первой волне, февральской, которые с учений заехали, число войск, которое зашло на территорию Украины, равно приблизительно от 150 до 180 тысяч человек. Это вся вот эта орда, которая была вот в север украине, мы понимаем, про что мы говорим. Я вам хочу задать вопрос. Если с ваших слов, двухсотых всего 15 тысяч, трехсотых в пять раз больше, то есть 75 тысяч, зачем мобилизовать 300? Ну, давайте подумаем. Ну, вы же человек, умеете думать. Ну, значит, не хватает людей. Статистика, которую публикуют наш генеральный штаб, наши военные, 68 тысяч подтвержденных двухсотых. Вот это, ну, мы же понимаем, что есть тех, кого еще не могут достать, и более двухсот тысяч раненых. Теоретически, они бьют с тем... Сифру, да, 300 тысяч. Да, ну, это же число, которое, это же не то, что вы объявили мобилизацию, а у нас эта сводка... Братан, а можешь найти последнюю сводку генштаба сегодняшнюю? То есть эти картинки, слайды, выходят каждый день в 9 утра, генштаб наш отчитывается. Сколько там плюс, сколько там чего сбито, сколько подбито, техники, самолетов. К чему я это говорю? Плюс количество пленных. На любой войне, есть же помимо двухсотых, трехсотых, есть еще пленные. У вас порядка четырех тысяч пленных. Из которых мы поговорили с пятистами. То есть, вот если даже верить в этот бред, не может быть шесть тысяч убитых, это сводка вашего генштаба, с учетом того, что мы записали интервью только с пятистами человеками. Ну, согласны, да? Это противоречит. Да, вообще не бьет. Математикой не бьет. Тупо математикой не бьет. У меня вопрос. Можно так победить кого-то? Вряд ли. Почему? Ну, это даже из истории взять, даже самая ближайшая война в Чечне, там же тоже было столько погибших. И что, в итоге... Расскажите. В итоге... Вы, я смотрю, обизнанный. Обизнанный это как? Как обизнанный с украинского? Не знаю. Знающий. Загальние боевые втраты противника, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.00 ориентировочно составили. Личного состава 69 202 человек плюс 3... В скобочках это количество сколько? Плюс минус. Нет, это плюс 30 20 за предыдущие сутки. Танков 2631 плюс 3 штуки. Танки причем подтвержденные, потому что вносятся только те, где есть фото-видео подтверждение. Боевые бронированные машины 5364. 13 за вчера. РСЗО 1690. А вот, РСЗВ 379, артиллерийских систем 1690. Засоби ПВО, ну это противовоздушные ПВО, 192. Летакив, самолетов 271. Геликоптери, это вертолетов 249. БПЛА это, ну поняли. Ракет, это мой вопрос. Много вы видели техники побитой? Да, техники вообще много. Ну, много это сколько? Я даже, примерно сказать, ну очень много. Особенно вот эти тигры, колесная техника вообще везде, танки. А техники, как вы думаете, по всему фронту правдивые цифры? Я думаю, да. Потому что техники везде. Напалили металлолома. При отрицательном харьковском наступлении, это вы, наверное, там попали в плен, да? Мы вот недалеко от Луганской области стояли. Неважно. Вы, короче, когда вы отступали, отрицательно, как перегруппировались, ваш сказал этот дурачок. Вы оставили 308 единиц техники. Ну это я слышал, я что-то. Ну это не слышал, это тупо. Ну это нам, да, командиры даже доводили. А, ваши же, да? Да. А что они говорили? Ну что бросили технику, там оставили. А что они, как они это объясняли, почему? Не знаю. Ну нам ничего, командиры. Они просто сказали, что там около 300 машин осталось. О, так это ваши же командиры это говорили. То есть это не наши новости. Знаете, что такое ленд-лиз? Нет. Это программа предоставления военной помощи стране, которая его запрашивает и нуждается другими странами. То есть вот у нас сейчас война с вами. Мы, Украина, запросили помощи у всего мира. США нам объявила о ленд-лизе. Это закон, который позволяет США поставлять нам технику вооружения, боеприпасы на безоплатной основе во время войны. Когда закончатся боевые действия нашей победы, мы в этом не сомневаемся, будет известно, что, например, они нам предоставили 500 танков, из них 300 выведено из строя, а 200 осталось. Мы эти 200 танков или возвращаем назад, или покупаем. За 300 уничтоженных танков, подбитых, мы не платим. Это называется ленд-лиз. Так вот, у вас все пропагандоны ваши плачут, что вот мы воюем с НАТО, это не Украина воюет, это с нами, с Рашкой воюет весь мир, поэтому все так плохо. Но по количеству оставленной техники вами и по количеству захваченной нашими бойцами вашей техники, вы самый главный поставщик программы ленд-лизе. Или сложная конструкция сильно была? Нет, я понял, об этом мне ваши разведчики рассказывали. Когда в плен попали, что они рассказывали? Сколько техники намутили? Да, то, что много техники наши бросают. Ну, молодцы. Вы, получается, побыли во всех областях? В Киевской? Нет, в Киевской не были. Под Конотопом меня оттуда утащили. Не-не-не, за время войны. Расскажите кратко, там, февраль воевал там, март там, сентябрь там. Ну, вот с апреля, февраль как бы у нас наступление было вот на Киевскую область. Оттуда мы в апреле вернулись, неделю простояли в России и уже заходили на Луганскую область. Это вот апрель-май, Лиман, Лисичанск, Светогорск. Там вот наступательные операции были у нас. Потом нас перекинули уже в конце августа в Донецкую область. Там мы простояли всего пять дней. И нас оттуда перекинули в Запорожскую область, во вторую линию обороны. Вот там мы 15 дней простояли. И оттуда мы уже приехали обратно сюда, в Луганскую область. И сказали, типа, мы в резерве, в наступлении на Изюм. Когда ваши войска отбили Изюм, сказали, мы сейчас, типа, контр на атаковать было. И мы, типа, в резерве. И? И все, вот мы выехали, ну, грубо говоря, уже потом, как я понял, с Луганской области уже в... Блин, забыл город. Ну, из Сватова мы выехали, километров 150, наверное. Вот в Зеленой долине поселок постоял. И вот там, ну, грубо говоря, там я в плен попал. Расскажите последний день. На свободе. А последний день ко мне... Не, не так. Расскажите последний день в статусе оккупанта. Ко мне подошел командир медицинской роты, сказал, что его КАМАЗ сожгли. У него 3200 и 7 человек 300. Не на чем отвезти. Надо доехать до Макеевки, до поселка, там, типа, медпункт. Там разгрузиться, приехать обратно. Я доехал на машине. Вы загрузились? Да, все, загрузил. Ну, двое тяжелых было, лежачих. Остальные сверху сидели, 200 тоже сверху положили. А как возится? Два человека в салоне? Да, на носилках. Ну, лежачие вот двое на носилках были, а остальные сидели сверху. Сидели сверху? Да, и 200 тоже сверху положили. Понял. Я доехал до Макеевки, там сказали, что здесь медпункта нет, ближайший в Сватово. Доехал до Сватово. Как вас отправили туда, где ничего нет? Не знаю, у нас ни связи, ни карты. Я не верю, что во второй армии мира нету связи. Не было ни радиостанции, ехали у одного из раненых, на телефоне была карта, мы по навигатору доехали до Сватово. Там на въезде блокпост. Вы сейчас реально говорите, что вы везли 300-го, у него был смартфон. Да, с карты. С карты. И вы по этому смартфону, по американскому смартфону ехали по гугл-карте? Да, потому что не знали, куда ехать. Дороги никто не знал. По какой карте ехали? Нет, так не знали, куда ехали. Я понял, я понял. А бумажной карты? Не было. Как не было? Как же вы хотели захватывать Изюм? Вдруг бы перепутали и пошли бы на Донецк вместо Изюма? Не знаю. Это нормально вы считаете? Карту у командира. Ну, командир же с вами не поехал. Нет. Нафига ему ездить? Ну, едете вы по смартфону. Все, мы доехали до Сватова, там блокпост на въезде в Сватово. Военно-полиция там наша стояла. Они нас сопроводили до госпиталя, мы разгрузились. И вот на обратной дороге опять так же мы потеряли дорогу, не знали, куда ехать. Потому что не было раненого со смартфоном. Да. Карты не было. И не помню, в какой поселок мы заехали. Там нарвались на засаду, по-анам начали стрелять с пулеметом. Мы заехали в саму деревню. Там стоял разбитый танк, БМПшка. 200-й валялись по дороге. Ваши? Я даже не это. Ну, я видел, валялись, но мы не рассматривали. Ваши. Думали, как. Да, ну, скорее всего, да. Муштанг наш стоял. Ну, если тем более ваши танки стояли, то значит это ваши и 200-й. Мы вернулись, думали прорваться. И? И там уже заминировали дорогу, мы подорвались на противотанковой мине. А, наши успели заминировать дорогу? Да. Вы проехали, подъезжаете. Сейчас я хочу для себя восстановить и для зрителей. Мы выехали, помню, деревня Колодежи крайняя была. Повернули налево, ехали по асфальту, повернули направо. Метров 400 проехали, по нам начал пулеметчик стрелять. Мы заехали в саму деревню. Еще метров 300, наверное, 400 проехали. Вы решали, что делать, развернулись. И решили прорваться опять по этой же дороге. Сколько у вас всех было? Трое, Киаш. Я санинструктор и санитар. И у вас права есть? У меня корочки, механика, водитель. Водительского удостоверения нет? У меня гусеничная машина. Нет. То, что гусеничная машина, я понимаю. Как вы считаете, человек, который ездит за рулем, должен знать правила дорожного движения? Ну да. У вас права есть? Нет. Вторая армия мира. Ну так, понимаете, да? К чему я? Да. А командир экипажа востоку? Санинструктор. Санинструктор? Он в десанте сидел. И санитар сидел в башне здесь впереди. У нас просто был, ну командир, он именно изначально был командиром этой машины? Или его назначили, ты будешь командиром? Ну, для тебя-то мы как бы, ну он старше по званию и старше по должности, поэтому. В основном мы там сами. Вы сами между собой решали, кто что? Да, что делать и как. Типа, чувак, я буду наводчиком, можно? Нет, я имею в виду это. Ну старшего не было, мы как бы все были равны. Все старше? Все равны, да. И уже коллективно решали, что делать. Коллективный разум? Экипажем. Это нормально? Ну, для нас, для медицинской машины, да. У нас старший будет командир медроты, командир медицинского взвода. А у нас задача привести, отвести первого внучка. Плохер, да? Ну, не похер, но у нас задача манит. Приняли, сели вы такие в селе водитель без прав, командир, потому что просто порешали, что он старший по званию, сержант, да? Да, сержант. Ну, значит, будет командиром. Вы рядовой? Младший сержант. Младший сержант, а до спецоперации кем вы были? Так же. Так же, и тоже на МТБ или? Да. На МТЛБ. А наводчик? На наводчик не было, санитар был. А, санитар. Порешили вы ехать назад? Да, и подорвался на мине, санитар сразу. Я правой стороной наехал, правая гусеница. Так вы виноваты в этом? Да, обстоятельства так сложились. Или вы виноваты? Вы же мину не видели? Нет. Почему? Да, я разогнался, еще пулеметчик стреляет. Я вот так от окошка ушел, чтобы не попал. Грубо говоря, вслепую ехал. Вы заехали, поняли, что штанга. Поехали назад. За это время, пока вы там провели кофе пить, я пяти минутку. Да, заминировали. Наши заминировали дорогу, потому что не знали, что вы будете ехать назад. По-любому, да? Ну, по-любому, да? Ну, обратно. Дороги назад нет другой. Наши сидят, что-то они там долго совещаются, короче. Правильно так было? Вы там, короче, этот. Тут водитель. Да, это все было быстро. Ну, понятно, быстро. Тут водитель, потому что ему страшно, отошел от окна. И на офигенной скорости валит. Да. И все. И все, ба-бах. Ба-ба, там, машина к боку, он так пошла. Почти перевернулась, но упала на гости. Санитар сидел справа у него, прям под ногами. Взорвалась мина. И он все уже. А если бы вы не ушли от, ну, там, да, вот такая штука? Если бы вы не... Там было заваленное дерево, и под этим деревом мин. Там, по-моему, по-моему, не одна была. А-а-а. Подорвались вы. Что с экипажем? Ну, санитар сразу погиб. Ну, признаков жизни уже не подавал. Потому что под ним, прям под ногами не взорвалось. Ну, вы так, наваливаете термины, признаков жизни не было. Типа, трюц. Командир? Он вылез, начал стрелять с автомата по кустам. Я вылез тоже из механки. И начал пулеметчик работать. Я побежал вдоль леса. И старшего, походу, тоже пулеметчик попал. Потому что стрельба уже с автомата прекратилась. Я вот бежал вдоль леса. Чего вы своих бросили? Ну, я испугался, наверное. Своих бросаем, если испугался. Мы собираем... У меня не автомат, ничего не было. Мой автомат в десанте лежит. Ну, это... Еще и оружие оставил. Я его никогда с собой не видел. На фигу надо. А зачем механиков там? Да. Бежите вы. Е? Грубо говоря, три дня еще по лесу ходил. А что ели? Ел ягоду. Черное называется, что ли? Вкусное? Нет? Пил воду из луж. Ну, у нас лечебная вода. Не отравились. Дошел до какой-то деревни. Там ваш техник стоял. Украинский. И? Я взрослый, пошел обратно. Это как было? Вы идете, идете, третий день. Тут ягоды во всех карманах. Третий день меня уже... А, ну, хорошо. Второй день. Тут ягоды. Иду, водички. Нет, я так, где находил. Ну, выходите от деревни, смотрите, стоит техника. Джипы какие-нибудь. Там выезжал, два шестьдесят шестых, какие-то гусеничные техники. Я не знаю, что такое шестьдесят шестых. Ну, газ шестьдесят шесть. Ну, а, шестьдесят шесть. Два газа шестьдесят шестых выезжает, ЗСУ, короче. Все, я пошел обратно. Где-то около пятидесяти километров, наверное, прошло. Пятьдесят кема? Да, потом нашел асфальтную дорогу. Думаю, пойду по ней. Там блокпосты выйдут. Акоп был большой и пикап с пулеметом. Я его обошел с правой стороны. Наш блокпост? Да. И уже на следующий еще больше блокпост. Там меня взяли. Как это было? Там, ну, дорога асфальтная проходила. И вот так большая лесполоса. И техники много стояло. Я шел по полю с правой стороны, перешел асфальт. На асфальте стоял человек сильный. Они меня не заметили. Я перешел, пошел по полю. И меня двое увидели. Двое в два леса шли. Начали уже стрелять, по-моему. Не попали? Нет. Что, чем, ну, как момент? Они стреляют, вы что? Ну, все, я поднял руки. И они что? Они подошли, руки мне связали. Привели к командиру своему. Командир меня допросил. Побил? Нет, не бил. Почему? Командир сказал, типа, шкуру не портить. Что? Командир сказал, шкуру не портить. Вашу шкуру, типа, не портить? Да. Ну, и все не портили. И все, меня погрузили. Завязали глаза. Погрузили в машину. Привезли сначала десантника. Дальше неинтересно. Ну, как бы, понятно там. Полиция, десантники, разведчики. Что-то там с вами. Ну, все допрашивали, беседовали вы, честно говоря. Ну, как бы, это понятно. Кому нужна эта война? Затрудняйся. Кто должен, кто должен понести наказание за все, что происходит? Давайте так пойдем. Ну, это, наверное, вышестоящее начальство. Вы должны понести наказание? Ну, я, по части, тоже должен. Ну, да. Давайте попробуем разобраться. Трибунал что такое, знаете, да? Военный суд. Военный суд. Гага там. Мы же понимаем, что она будет. В любом случае. За то, что вы, как оккупанты, насильники, мародеры наделали у нас. Он будет по-любому. Кто должен понести наказание? Получается, все. Нет, ну, всех судить не будут. Ну, это же мы понимаем. Ну, кто давал приказы? Командиры. Кто это? Кто эти люди? Ну, я не знаю, вышестоящие. Давайте называть. Кто у вас вышестоящий? Командующий армии. Как его фамилия? Колотовкин. Как? Колотовкин. Колотовкин. Сколько у вас армии? Ой, я даже не знаю. Ну, дофига типа. Ну, дофига, да. Ну, я, значит, думаю, надо выше брать. Выше армии у вас что идет? Округ. Округ. Сколько округов? Раз, два, три, четыре. Четыре округа. Кто у вас командующий округа? Генерал-полковник Лапин. Лапин. Выше кто Лапина? Тоже министр обороны. Как его фамилия? Шойгу. То есть, надо судить кого? Лапина? Шойгу? Ну, приказы тоже они сверху вниз. Кто выше Шойгу? Верховный главнокомандующий. Вы все слова сказали за главными буквами? Путин Владимир Владимирович. Сверховный главнокомандующий. Мне запретили мадюкаться, потому что Путин у нас хуйко будет сейчас. Путин, а надо судить? А сейчас у вас в голове, что мне будет за ответ, когда я вернусь? Нет, просто смотря, как закончится война. А как она может закончиться? Может, мировая будет? Нет, не будет мировая. Ну, а вдруг? Не будет. Я надеюсь на это, что по миру разойдемся. По какому миру разойдемся? Давайте расскажите условия этого мира. Давайте, вы очень интересную тему затронуете. Мы ни с кем еще на эту тему не говорили. Я думаю, что Танецкая и Луганская области будут отдельными республиками. С какого хрена? Ну, только о них так хотят, народ так и хочет. Кто вам это сказал? Нам командиры так и местные люди сами так говорили. Еще вам же командиры говорили, что будет в плену с вами? Не говорили. Не говорили? Вы первые, кому не говорили подорвать себя? Нет. Пообщайтесь с людьми, с которыми вы в камере содержитесь в СИЗО, что им говорили. У вас там есть люди, которые чеку отрывали. Это же я не придумал. Это вот они рассказывают на камеру. На телефон. По поводу плен ничего не должен. То есть, мир на таких условиях, что должно быть? Опишите условия мировые. Ну, Луганс, Донецк, отдельная республика, независимая. Что дальше делается? Все, мы выводим войска свои. Что с Херсоном? Херсон, я думаю, и отдельная, Запорожье, украинская территория. Крым. Крым тоже. Крым что тоже? Ну, я думаю, нам он не нужен. Надо отдать его обратно в Крыму. Надо отдать. Что делать со всеми разрушениями, которые вы причинили? Восстанавливать. Помогать. Со всеми убитыми, мирными. Ну, что значит помогать? Вы реально себе как-то представляете, что кто-то вас куда-то пустит что-то помогать? Ну, в финансовом плане, наверное. Нет, то, что вы будете платить репарации или это сто, это понятно. Это как бы без иллюзий. Но никто вам не отдаст ничего. Ни одну область. После того, что произошло, это физически невозможно. Это честно, мое мнение. Это да, я же поэтому... Просто интересная тема, надо ее с другими обсуждать. Никогда не обсуждал. Нет, я думаю, будет по-другому. Хотите услышать мою версию? Если интересно. Да, интересно. Я думаю, что будет точка кипения достигнута у вас на территории Аркастана. Когда мобики, чмобики, это не обидное слово, а потому что частичная мобилизация. Когда чмобики поедут двухсотыми с помощью таких, как вы, в каждый дом, имеется в виду не частный дом, в семью, а имеется в виду в дом. Ну, вас же знаете, да? И так побежало, убежало полмиллиона человек. Показывал, да. Показывал. Полмиллиона убежало. Нищеброды, у которых не было бабок, их больных, хромых, косых. Вы видели этих чмобиков своими глазами? На войну. Тут они, как вы рассказывали, с добровольцами. Двухсотый, трехсотый плен или поехала кукушка. Так вот, когда в каждый дом в вашем Аркастане будут ехать гробы, тогда, возможно, вы, как рабы, очнетесь и начнете свергать власть внутри. И сумасшедший дедушка будет вынужден покинуть трон. Либо его своя же элита завалит. То есть два варианта. Либо быдло масса проснется. Извините, у меня другого слова нет, мы поговорим сейчас на эту тему. Либо элиты ваши, которые под санкциями, у которых отжимают имущество. У которых там... То есть разлом будет изнутри. Либо там Кадыров этот, Дон ТикТокер. Потому что там тоже уже не все так хорошо, как хотелось бы. Я думаю, будет вот так вот. Мне так кажется. Мне так хотелось бы. И мы этими интервью в том числе доносим. Мы знаем, как они работают. Мы знаем, что с помощью наших интервью люди видят правду. И отказываются принимать участие в преступных приказах. Не идут на поводу этих двух миллионов. Почему вы не раб? У меня есть зеленая свобода. Какая у вас свобода? Я не говорю про плен. Ну я понял. Вы можете у себя в стране выйти с плакатом «Нет войне» на площадь? Я думаю, да. Нет. Вам показать эти видео? Покажите, я просто не вину. Покажу. Нажми на паузу, пожалуйста. Была пауза. Я долго искал, потому что мы к нему давно, к этому видео не возвращались. Что вы увидели? Ну, как людей арестовывались с плакатами в руках. С какими плакатами? Нет войны, нет фашизма. Не было там таких плакатов? Вы все врете. Какой был первый плакат? Первый был бумажка пустая. Пустая бумажка. Что сделали с чеком? Задержали. Задержали. Второй какой плакат был? Второй без слов. Да, два слова написано. Я подсказал просто. Было написано два слова. Что сделали с чеком? Тоже задержали. Третье задержание какое было? За то, что... Журналисты брали у кого-то на улице. Интервью и... Да, там задержали первую женщину. С бумажкой с этой два стола. Да. А вторую за то, что она поддерживала... Спецоперацию. Нет, эту девушку. Нет, она поддерживала спецоперацию. Вам включить еще раз видео? Нет, нет. Она говорит, вы все мнения записываете? Репортеры говорят, да, все мнения. Она говорит, а я выступаю за поддержку. Вы точно запишите? Да, точно запишем. Я поддерживаю спецоперацию. Ее выводят. Вернемся к теме раба и теме свободы слова. Назовите одну причину, почему у вас свободная страна. Сейчас из нее уже выехать нельзя? Ну, сейчас да. Так, а как же свободная страна? Свободные люди. Санкции? Не, не только санкции. Потому что там, где выезжают, там стоят военкоматы мобильные. А, выбирает мобилизованных. Свободная страна? Получается, нет. Как так опять получается, что нет? Мы еще даже не начали на эту тему говорить. Свободы слова нет у вас. Вы согласны со мной? Ну, в связи с последними событиями, да. А что, до этого была? Ну, я думаю, да. Где сидят сейчас, по каким тюрьмам люди, которые вышли на митинги против Путина? Дело, болотное дело, как его называют. Которые высказывали свое несогласие с властью. А это с этим, с Навальным, когда история была? Да. А где Навальный, напомните? По-моему, говорили, убили его в тюрьме. Не, еще не убили. Навальный сидит. Ему дали вначале, там, по-моему, я не помню. По-моему, три года. Потом еще добавили ему 10 в итоге он получил. Не, вообще. Я не интересуюсь, а суворов. Сейчас какая фраза должна будет звучать? Политикой не интересуюсь, да? Ну, про Навального слышал, потому что нам даже говорили. Вам даже? А что мы говорили про Навального? То нельзя на митинги выходить. Так а что же вы мне 10 минут пудрите, что у вас свободная страна, и что свобода слова есть, а на митинги выходить нельзя? Это базовая... Я военнослужащий. Да какая? Вы в первую очередь человек, а потом военнослужащий. Есть Конституция. И ваш контракт, он по статусу хуже. У вас даже собраться нельзя, на улице поговорить. Одиночные пикеты вы видели. Ну, то есть, если бы это было два человека, то нам вообще никто не разговаривал бы. Одиночный пикет у вас разрешен, но его все равно людей арестовывают. Попали вы в плен. Да, будем звонить вашей жене. Смотрите, человек какой-то пишет. Грубо очень общаетесь. Вот 15, 3, 4, 10 минут назад. Грубо очень общаетесь, оскорбляйте. Почему Дмитрий оскорбляет нацию? Называете... Называя людей самыми кровожадными. Прочитайте полностью сообщение. Этот человек написал в телегу некий КГ. Я не читал. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Если вас не затруднит, ответите, пожалуйста. Вчера посмотрел интервью с Айдаром. Пусть вырвано будет из контекста. Явно перед интервью элементарно моральное состояние выше. И находится он в более благоприятной ситуации, нежели человек в плену. Я надеюсь, что вы хотите совершить какое-то благое дело. Почему Дмитрий оскорбляет нацию? Нельзя людей... А, назвай людей самыми кровожадными. Грубо очень общаетесь, оскорбляйте. Ну, это неправда. А? Это неправда. У нас же диалог, мы с вами нормально сидим. Ну, вот человек, который КГ написал мне. Я вот увидел, просто появилось непрочитанное сообщение. Я с вами грубо общаюсь? Нет. Я вас оскорбляю? Нет. Я имею моральное право назвать, что вы кровожадная нация. Вы в полном праве имеете. КГ. Вот есть военнопленный, который прочитал ваше сообщение, ответил на ваш вопрос. Да, ему напишу. Смотрите в следующем видео. Смотрите в следующем видео. Ответ на ваш вопрос. Ну, в следующем это в каком-то будет. Давайте позвоним вашей супруге. Она поддерживает спецоперацию. Военнослужащик поддерживает. Военнослужащик поддерживает. Добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела? Ну, так себе. Почему так себе? Ну, если бы муж был бы дома, было бы, наверное, лучше. Ну, я потом задам вам вопрос. Вы будете с ним разговаривать? Да, конечно. Разговор будет записан и опубликован. Хорошо. Привет, родная. Вы не говорите, где вы находитесь. Нет, мой хороший. Как у вас дела? Как твои дела? У меня все хорошо. Я в плену. С нами относятся здесь хорошо. Кормят, поют. Никто не трогает. Ждем от замены своей. А когда там замена это будет? Замена это типа, чтобы вас поменяли на другого такого же? Это зависит от наших военнослужащиков, кто занимается военнопленными там в России. Как списки... Ну, может быть, мне куда-то походить или кому-то позвонить, чтобы как-то... Да я даже не знаю, кому. Ну, если только в бригаде командиру сказать, и все. А какой у вас там? В бригаде командир уже бегает от меня. Ну, значит, так ему нужен плен. Ты такой, я брошу. И скорее подомой. Ну, ждем. Обмен. Я постараюсь тут что-нибудь сделать, чтобы побыстрее все это было. Как там дети? Ну, ничего. Сегодня у Машки день рождения же. Я помню. Вот она сегодня чего, куча подарков получила. Она счастлива. Спрашиваю постоянно, почему папа не звонит, когда папа домой приедет. Ну, поздравь от меня, скажи. Работаю никогда. Ну, я так и говорю, пока не ехать. Да, да. Да, приедешь и увольняйся нахер оттуда. Нечего делать. Ну, видно будет. Я говорю, хотел в октябре от Лотоса приехать и все, больше не ехать. А тут получилась такая ситуация. Угу, хорошо. Было бы неплохо, конечно. Чем быстрее домой, тем лучше. Это да. Ну, хоть живой, здоровый и тоже хорошо. Да, живой, все хорошо со мной у нас тут. И медпомощь нам оказывают. И все. И кормят хорошо, очень даже. Ну, у тебя никакого ранения не было? Нет, я, слава богу, целый. Маленькая контузия была у меня. Ну, ладно. А так все хорошо. Медик к нам чуть-то не каждый день приходит. Медикаменты все есть. Хорошо, еще поднял тебя. Хорошо. Манке тоже надо позвонить, сказать, что все хорошо с тобой. Да, позвони обязательно, скажи. А то мы тут все волнуемся, как там, что там. Ну, ты говоришь, зависит уже от наших, как списки подадут, когда нас поменяют. Ну, ты в списках, я добилась, ты в списках. Только вот. Да мы все в списках, да. Вот со мной, которые приехали, вот нас 9 человек привезли, вот мы только вдвоем остались. Остальных уже поменяют. Ну, вот видишь, их поменяли, а вы сидите. Можно вопрос задать, Вашень? Да, да, конечно. Можно вопрос задать? Да, конечно, да. Вы поддерживаете спецоперацию? Нет. Почему? Ну, это все-таки там, понимаем, что это такое, что там не просто они бегают, какие-то учения, это война. Там убиваются люди, то есть, ну, именно для нашей семьи это вот недопустимо. Почему недопустимо? Ну, как это, у всех людей есть и дети, и семьи, то есть, также и родные, которые за них переживают. А зачем им уже, а зачем им уже отправили убивать украинцев? А нет, нам сказали, что они едут на учения, их собирали на учения. Когда он в первый день понял, что это не учение, почему он не поехал назад, к семье, к трем детям? Уже не пускали. Уже не пускали? Конечно. Ну, так что, он уйти не мог? Ну, просто так тоже не уйдешь. Это все подсудное дело, там же ведь и угрожают, и... Ну, так я вам докладываю, что ваш муж же убийца. Ну, не может он убить. Он восемь месяцев бегал с автоматом. Знаете, сколько у нас убитых? Ему задача была только собирать раненых, погибших и отвозить. И что, он от этого не оккупант? Ну, мы не спорим, что он тоже оккупант. Но, чтобы убить какого-то человека, я не думаю, что он на это способен. Вполне. Ну, ведь у вас... Человеку восемь месяцев не хватило сознания и ума сказать нет? Вы же получали... Он говорил нет. Ну, если бы он говорил нет, его бы здесь не было. Вы получали восемь месяцев зарплату. Мы не принимались абсолютно, никакие рапорта. Мы же писали тоже. Ну, так и кто... Мы писали и все, но не принимали рапорта. А что вы писали? Ну, рапорт, вот он рапорта писал на увольнение. Чтобы его оттуда, сюда, домой отправили. Вы писали рапорта такие? Один раз. Один раз он писал, когда? В июле месяце. В июле месяце. И что вам, цари ваши, сказали? В отпуск отпустили на увольнение и обратно. А почему вы его из отпуска разрешили поехать назад? Ну, как бы он мужчина, меня никто же не спрашивает. А, как бы у него просто зарплата хорошая была? 240 тысяч? Нет, он и здесь прекрасно получал, то есть вообще не из-за денег абсолютно. Смотрите, я считаю так, с учетом того, что мы поговорили уже много, со всякими пленами, с 500 человеками такими. Человек, который полгода повоевал, 4 месяца вы повоевали, поехали в увольнение и через 15 суток приехали назад. Вы это поддерживаете, вы поддерживаете вот этот вот весь фашизм, который вы принесли к нам, разрушение, убийство мирных населений. А ваш муж убийца и фашист, ну и оккупант к тому же. Поэтому живите с этим, передайте привет имениннице, скажите, что мой папа оккупант. Ваш там, твой папа оккупант. Ладно. Прямо хорошо. Ладно, малыш. Хорошо. Переживай. Хорошо. Давай, пока. Давай. Люблю тебя. Мы тебя ждем домой. Давай, люблю. Поцелуй там всех за меня. Пока-пока. Хорошо. Там мы поцелуем. Пока, Рада. Пока. Я что-то не так сказал? Я что-то не так сказал? Я хочу от вас, чтобы вы сказали, где я был неправ. Нет, вы правы. Я же забыл момент, что вы были в увольнении. Да. И вернулись продолжать собирать трупы. Вам не хватило четырех месяцев понять, что это не та война? Тупо представитель, я даже не знаю, как это сказать, потому что чувак тупо приехал за бабки собирать трупы, потому что как бы не на передке. День прошел, 10 тысяч капнуло. Жена там довольная, приехал на две недели. Ну все, едь дальше зарабатывать. И поехал. Один раз вы написали рапорт, чтобы не поехать? Да. Что вам сказали? Ну я говорю, в отпуск отправились. А, и все. А вы больше не пробовали написать рапорт, чтобы не поехать? Нет, не пробовал. Подтверждение, доказательство. Почему вы не рабы? Вся ваша страна, жители. Можете один аргумент сказать? Нет, не могу. Почему? Не знаю, потому что. Ну я вам открою тайну. Никто, с кем мы побеседовали, не может ответить на вопрос. Свободы слова нет. Нет. Вас как мясо взяли и кинули, как у тех добровольцев, которые только приехали и мина им прилетела. Как мясо собрали, кинули, непонятно куда. Точнее, понятно куда. А руководители ваши, командиры доблестные, которых будут судить, такие же рабы и тех, кто боятся еще прийти этому дедушку, маразматику, рассказать правду. Что 68 тысяч вот таких, как вы, уже закопано. 1200 уже, ну у вас все больницы переполнены. Поэтому. Есть какие-то ко мне вопросы? Нет. Чего? Ну я, может, вам еще какую-нибудь тайну расскажу про фашизм, нацизм. Да нет. Видели нацистов тут? Нет, кстати, нет. Кстати. Кстати, расскажите, кого вы видели. Мне многие задавали вопрос из ваших. Наши? Да, что разведчики. Вы тут? Вы делали здесь фашистов. Да, и что? Натовцев. Никого, обычные военнослужащики. Граждане Украины. Которые что делают? Защищают свою страну. Разницу вы чувствуете? Конечно. У вас альмирал. У вас какой мотив для войны? Ну, как нам сказали, Луганск-Донецк. Только заехали вы через Харьков, и ваше подразделение побыло в Киеве. Еще и в других областях, и в других везде были. А у нас выбора нет. У нас и военные красавчики. Мы защищаем свою землю. Вам земли мало? Вам еще раз показать аватарку свою? Если ко мне вопросов нет, с женой вы связались. По традиции у нас пленные обращаются к своим соплеменникам. Надо сюда ехать? Не надо сюда ехать? Да, я понял. Вы же пришли защищать русскоговорящих, правильно? Так вам говорят? С вами много говорят на украинском языке? Нет, все на русском говорят. Вообще, есть проблемы с русским языком? Нет, нет. Надо его здесь защищать? Не знаю, для чего. Ну, я разумею украинскому. Ну, это ваш государственный язык, родной. У нас бонусом так получается, что мы сразу два языка знаем. Сколько вы языков знаете? Один. Вы за границей были когда-нибудь? Нет, ни разу. Будете обращаться? Да. Ребят, здесь нечего делать, как можете. Вставайтесь дома с семьей своими. Занимайтесь лучше воспитанием детей, чем войной. Да, спасибо. 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 . Спасибо. , 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 спасибо.